Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие мои! Всем-всем приветик! С вами Валентина Ройс. Вы у меня на подкасте. Вот сегодня я даже не знаю, о чём подкаст, но я хочу рассказать вам о том, чем я занимаюсь. Вот уже третий год я кормлю и белочек, и всяких кошечек, и псиничек, и дятлов, и ворон, короче, всех животных, которые у нас здесь живут во дворе. Вот уже третий раз выношу воду. У меня здесь стоит такая кастрюлька полная. Тут голуби купаются, подходят собаки и кошки домашние, как будто бы они дома не могут попить водички. Но ничего, у меня не убудет. Я выношу водичку. И вот собачки, которые у нас тут живут, и Рыжик, такие бездомные, но не дворовые. У нас три собаки. Рыжик, Жека и Ириска. Очень хорошие собаки, преданные. Их люди подкармливают. Ну, конечно, у нас в основном, конечно, людей очень-очень много таких, которых животных не любят, которые готовы их разорвать, порвать, убить, отравить. Но мы о таких людях не будем говорить. Есть, конечно, очень хорошие люди, которые кормят животных, которые не могут пройти мимо какого-то несчастного. Вот вы знаете, вчера идёт одна женщина, сама она доктор, стоматолог. И она вот уже года два мне всё время носит сюда в кормушку орешки. Приносит и кормит моих белочек. Вот. И говорит мне, вы знаете, мы подобрали двух маленьких, чуть-чуть оперённых воробушка. А я говорю, они не выживут. Я столько раз брала. И ворону брала, и брала этих, и белочек. Ну вот переживут там целые сутки, и всё. И умирают. Она говорит, нет. Вы знаете, мы взяли такую палочку. Вот такие вот есть длинные палочки такие, называются шанешки, да? Ну такие, они деревянные, то большие длинные палочки. На них вот это вот берут там разные овощи всякие там, ну бутерброды, короче. Вот там, как шашлычки, шашлычники такие. И вот, говорит, я туда червячки мы искали, находили, давали этим воробушкам. Они открывали ротики и, говорит, вы знаете, выходили. А я и говорю, это потому, что вы добрые люди. Вот Бог вам, видите, как удачу сделал так, что эти животные у вас выжили. Вот. А я вспоминаю своё детство. Господи, Боже мой, сколько вот в это время падало воробушков. Мы этих воробушек собирали, коробки от обуви, там настилали ватой, застилали туда травку, кормили там букашек, червячков. Вот. Но они не выживали, потому что эти, они не могут выживать без мамы. Оказывается, их надо 400 раз в день нужно кормить. Вот. Ну, видите, им повезло. И они говорят, вот они уже немного оперелись, и мы их выпустим на свободу, на волю. Но я не знаю, выживут ли они на воле, если они привыкли к рукам. Вот. А ещё у меня здесь белочки. Вот. У меня тут два больших дерева, дупло. И у меня на дереве здесь висит очень красивая такая вот кормушка, домик-кормушка. Это сделал один дедушка. Пришёл сюда ко мне, вызвал и говорит, вот вам для белочек красивый домик. И я сюда кладу орешки. А под низом я сделала, под низом этой кормушки сделала, из пластмасски там вырезала и кормлю и воробушек, и синичек. Вот. А знаете, что любят белочки? Белочки любят и бублички, сушку. Вот, обыкновенную там ванильная сушка. Вот. Я вешаю туда эти бублички. Любят они кушать яблочки. Сушку, сушёные груши, сушёные яблоки. Вот говорят, белки любят кушать грибы. Ну, вы знаете, я и целые грибы настоящие лесные вешала. Вот. И сушёные маслята даже не прикасались. Потому что они знают, что это не они нашли в лесу. Вот. И поэтому они не кушали, не предпочитали, не нравилось им кушать такие вот грибы. Хотя вот кажется, что белочки должны всё кушать. Оказывается, оказывается, белочки, у белочек вообще нет памяти. Они вот берут орешки, вот когда наелись они, и тогда берут орешки и закапывают. Закапывают везде и забывают, где эти орешки. И вот весь двор у нас в маленьких деревцах ореха. Вот. Ну, ничего. Это будет хорошо для белочек, когда они у нас будут уже взрослыми. Вот. Они будут кушать, бегать, сидеть на орехах и будут кушать орешки. А вот женщина идёт. Идёт женщина, которая кормит наших бездомных собак. Вот эти три собаки. И кроме наших она ещё идёт в другие дворы и тоже кормит. И вот вы знаете, вот не знаю, где она берёт эти косточки. Там куриные лапки, потом эти крылышки. Вот. Ну, короче, вот такое вот куриное мясо. Хотя куриное мясо нельзя животным давать. Это трубчатые кости, и животное может даже погибнуть. Но вы знаете, эта женщина всё время ходит. И вот каждый раз, она каждый день их подкармливает. Каждый день, один раз в день она подкармливает. Вот. И вы знаете, вот это я вам рассказывала, что у нас этот Жека, Ириска и Рыжик. Так вот, самая такая у нас заводила, это Ириска. Ну вот, ну, без толку. Кого-то увидит и кричит, сразу начинает тявкать. И за ней бегут один и другой. Один молодой, а второй старый. Эх, тянет себе лапы. Вот. И снова тявкают на всех. Здравствуйте, конфетку кушаешь? Вот мои дети пошли. Вы знаете, я сейчас немножечко отвлекусь. И вот мальчик пошёл, маленький мальчик, годика два. Вот он такой добрый. И вот что не попроси, вот, и спрашиваешь у него, там, угости меня там чем-то, печеньком или чем-то. Ну, он смотрит. А вот позавчера я ему говорю, Саша, угости меня конфеткой. А он кушал конфетку. Он выплёвывает эту конфетку. И в себе в ладошку и говорит, на, кушай. Там все упали. Вот. Вот такие детки у нас. Есть хорошие детки. А есть детки, которых родители не воспитывают. Оказывается, вот смотрите. Вот я вот отвлеклась от собак, от животных. Вот эти животные наши. Вот. Вот сидит Жека и лопает косточку. Ой, хороший. Он у нас уже старенький. Ему уже лет, наверное, 8-9 лет. Вот. Но у него такая способность. Он, понимаете, когда ребёнок какой-то плачет, он всё время сочувствует. И вместе с ребёнком плачет. Плачет ребёнок, и он. Ему говорят, да замолчи ты, Жека. А он не замолчит, пока ребёнок не перестанет плакать. А вон и Рыжик. Вы знаете, тут получается такое дело, что Рыжика этого, Рыжик, он, я не знаю, я не свидетель этому, но Рыжик укусил какую-то женщину где-то за домом. Она выложила это в телеграм-канале, вот, и что надо его убить и прибить, и тому подобное. Потом ещё кого-то шла бабушка там, которая мусор собирает с тачкой, с коробками, с мусором, тарахтела. Ещё в руках у неё палка. И она говорит, что он тоже её прикусил. Вот. И вот ещё один, и тут ребёнок. Ну, говорят, что он наступил на хвост ему. И он его так вот огрызнулся и прищемил его. Ну, тогда родители схватили ребёнка и повезли в больницу. После этого они начали везде звонить, везде на горячую линию, чтобы этого Рыжика отсюда убрали. Но его уже забирали. Его забирали в этот... Волонтёры. Ему сделали прививку от бешенства, его кастрировали, стерилизовали. И вы знаете, он приехал, оттуда его привезли, очень там, очень, где-то через месяц привезли сюда. Он такой был, как не он. Он был... Глаза у него были такие грустные, такие обиженные. И потом ещё даже на животе у него рана была красная. Ещё вот этот шов такой не зажило. Там, что там они ему делали там. Вот. Ну вот я хожу, меня ни одна собака не кусает, потому что я всегда и угощаю, я всегда их жалею. Я всегда к ним, ну, ко всем, не только к нашим собакам. Вот Рыжик уже слопал косточку. А вот Ириска, ей повезло. Её там в одном доме, вот у нас тут много домов во дворе, и вот эту Ириску в одном подъезде, из одного подъезда выходит женщина. И всё время берёт к себе домой, накормит его, её напоит и выпускает сюда. И она такая вот, понимаете, она считает себя здесь хозяйкой. Так вот, что я вам хочу сказать. Вы знаете, животное-то сразу не укусит никого. Вот просто так, ну, не укусит. Ему надо сделать или больно. Вот я сама видела, как этого Рыжика, вот идут алкоголики, ну, выпивший чересчур, там, пьяный. Вот. И он, конечно, бежит и тявкает этот, Жека. Ну, а Рыжик за ним. Вот. Они начинают брать кирпичи и кирпичами кидать на них. Я отстаю и кричу, что вы делаете? Ну, нельзя же так. Вы не махайте руками ничего. Идите другой дорогой. Нет, мы убьем, мы прибьем. Ну, видите, какие люди жестокие. Вот у меня даже был случай. У нас, у моих детей, собака, кавказец, очень большая. Она с меня ростом. Я ее всегда глажу и вычесываю. И всегда, хотя я там не живу, он ко мне очень-очень хорошо относится. И вот однажды был случай, когда я вот так гладила его, гладила, а потом смотрю, у него в глазах кислотки. Я взяла эти кислотки и вытираю. Боже мой, ему что-то не понравилось, ему стало больно. Вот. И он просто вот так взял, вот так вот, как дернулся, и меня за руку цапнул. Но он не укусил, он просто прикусил. Сила-то большая у кавказца. Он же сильный очень, тем более кобель. Вот. После этого случая я, конечно, боялась заходить и все. Но теперь снова. Все, он меня целует, он не облизывает меня. Он знает, что я ему всегда угощения раз в неделю приношу. Прихожу к детям и приношу угощения. Вот. Так что мы дружим. А вот дети, вот тут мамы, вот нет такого, чтобы говорили, что животных надо, не надо обижать, не надо их палками кидать, бить, не надо камнями бить. Нужно как-то покормить, поговорить с ними. Нет. А вот я вот вчера ходила, и вот смотрю, дети увидели этого рыжика и кричат. Вон, смотрите, вон тетка идет кормить собак. Ну, та женщина, которая я вам только что сказала, что она ходит, каждый раз кормит. Вот. Вот скажите, скажите ей, чтобы она нет. А я подхожу и говорю. Дети. А дети уже, в классе, наверное, четвертом, третий, четвертый класс. Я говорю, а разве вас не учили любить животных? Зачем? Что значит кирпичами? Что значит не кормить? Ты же кушать хочешь? Ты каждый день кушаешь. Он говорит, да, так себя дома кормите. И что из этих детей вырастет? Вот скажите, дети, у детей уже мысли убить, разрубить. Вот. Ничего святого нет у детей. Ну, это все на совести родителей. Вы знаете, это вот, как воспитываешь ребенка, такой ребенок и вырастает. Жека, Жека, а ну-ка перестань. Дело Зина. Видите, сразу меня услышал. Проходит чужой человек, мужчина. Ну, понимаете, они считают, что они хозяева этого двора. Они живут тут уже 10 лет. Вот эти все три шавочки наши, они живут 10 лет здесь. Ну, и дети, если бы вы видели, как их вот эти вот подростки, вот тут собираются подростки на детской площадке, эти, они подбегают и целуют, и милуют этих подростков. Вот. И позволяют гладить их. Хотя подростки ничем их не угощают и не кормят. Ну, вот такие вот у нас собачки. Вот. А теперь еще, что я расскажу. Вот это у нас белочки. Я три года уже, день и ночь, каждый божий день кормлю. Сначала я писала объявление. возле своей кормушки, на дереве, я писала объявление и просила, что, пожалуйста, поделитесь, у кого есть лишние орешки, поделитесь орешками. Ну, никто ничего мне не помогал. Но вы знаете, а потом как-то все узнали, что тут белки. Увидели красоту такую. Смотрю, только заканчиваются у меня орешки. Тут же и орешки висят. Я говорю, кто это повесил, тот и тот. Подхожу и благодарю. Говорю, спасибо большое, что вы помогаете нашим белочкам. Вот. И вот у нас белочки, было пять штук белок. Сейчас они сидят, где-то там у них на гнездах сидят или там на балконах, и у них маленькие белчата. Вот один человек у меня из моего подъезда, он живет один, у него там балкон такой, знаете, не застекленный, а такой, ну, в таком плохом состоянии, уже деревянный, он уже погнил там. А вот белки ж находят там где-то дырочку и под пол туда залазят. И там выводят выводок своих белчат. Вот. И вот он мне говорит, в прошлом, ну, три года назад у него вывели из белчата. Он вышел, я как раз тут кормила белок, тут водичку меняла. Он мне говорит, у меня вывелись белчата, я их поубиваю. А я ему и говорю, нельзя, Саша, нельзя на себя брать такой грех. Вот она только ж тебя, вот твой дом выбрала, твой балкон. А потом я вычитала в интернете, оказывается, что белки, если селятся где-то и выводят деток на балконе или где-то там во дворе, это оказывается белки очень-очень хорошая примета. Но, если уже белка поселилась на балконе, значит, ни в коем случае нельзя не выбрасывать ничего этих белок. Вот. Потом они у него выросли. Ну, вы знаете, четвертый этаж и вот белчата, когда начинают, вот уже, сами начинают уже бегать, вот два выпало и уже дороги не могли найти. Я их бегала за ними, хотела поймать, но так и не поймала. На следующий день эти маленькие белчата, все эти коты. У нас много котов здесь. И персик наш любимый, которого очень любят все. Вот. и еще там разные. Вот и бежит этот наш Жека во рту косточку держит, сейчас пойдет, закопает ее, бо наився уже. А куда ты бросил ее? Жека, зачем ты бросил косточку? А ну подними. Ну все, сейчас кто-то заберет, облизывается, нравится ему. Вы знаете, я ему выносила корма. Сухие. Тихо. Кому сказала? Вот. На того парня, что шел туда, и теперь чужак. Чужак идет. Вот. У меня умерла кошка. Такая хорошая кошечка. Ну она уже была старенькая, 9 лет. Вот. И у меня остались корма. Выношу я эти корма. И думаю, дам этим собакам, голодные же. Вот это Жека. Я говорю, Жека, иди я тебе дам корм сухой, хороший, дорогой корм. А он смотрит на этот корм, как этот, непонятно что. Думаю, что это такое? Вот. Я тогда стою, говорю, ты что? Это же такая вкуснятина. А он лежит, даже не смотрит на меня. Я взяла, бросила возле его морды корм. Он понюхал и начал есть. И вы знаете, с тех пор у меня еще корма остались. Вот. Я ему выношу, и он кушает. И прямо говорю, Жека, а ну ко мне, иди сюда кушать. Идет, шкандыбает своими тремя лапами, а четвертая же у него хромая лапа. Вот. Он ему понравилось. Вот рыжик не хочет. Он, понимаете, он очень осторожный после того, как его забирали туда, в эти клетки. Куда там? Куда там? Никто ж не знает, куда, что они там с ними делали. Вот. Он очень осторожный и очень обиженный. Вот животное. Ну вот. Вот такие дела. У нас, вот, мои животные, не только мои. Вы знаете, во дворе очень много хороших людей. Вот. И подкармливают. Вот даже, вот, вон, вороны. У них воронята. Я вам уже там выкладывала видео. Три вороненка. Два вороненка такие, что уже хорошо летают, все. А один такой, ну, совсем не умел летать. Вот мы сидим на скамейке. А он раз и на скамейку к нам сел. Там бабушки сидят. Вот. Только мы хотели, я вот хотела взять орешки и думаю, ну, дам орешек этому маленькому вороненку. Боже мой, папка, как закричал, как затрещал и начал летать над головой. Думаю, ну, все, башку сейчас пробьет. Вот. Но я отошла. Бабки сидели. Вот. Сидели и смотрели на него. Ну, короче, потом обошлось все хорошо. Вороненок с горем пополам залез на липу, а потом уже отец и мама уже возле него сидели. Но сейчас смотрю, вроде все наладилось. А теперь Жека лежит и у него косточка, но он есть ее уже не хочет, а он просто лежит и смотрит на нее. И эти два ворона подошли к нему и хотели украсть эту косточку. Ха-ха! Ну! Ну, он подошел, вернулся и взял между ногами, положил эту косточку, сам не ест. Как у нас есть такой анекдот. По надкусию и брошу все. Ну, хоть по надкусию. Вон, не хочет есть, а вот есть ее. Ну, чтоб воронам не досталось. А, Рыжик не доел. Смотрите, ворона. Ну, вы не видите, а я вот подхожу и одна и вторая ворона разорвали эту косточку и лопают. Так что все животные у нас накормлены. Если вам интересно то, что я рассказываю, напишите в комментариях. Я буду продолжать рассказывать истории из жизни. Все, дорогие мои, на этом я буду с вами прощаться. Заходите ко мне на подкаст. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Желаю всем всего самого-самого хорошего, самого-самого доброго. До свидания.